Труженики тыла смогут компенсировать затраты на ремонт своего жилья. Жителям округа, достигшим 80-летнего возраста, больше не придется стоять в очередях, чтобы оплатить взносы за капремонт. Эти и другие не менее важные решения были приняты законодателями Ненецкого округа на первой после депутатских каникул сессии. В повестке дня значилось 26 вопросов. Кроме социального блока, парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся и других сфер жизни региона. Подробности далее. Часть вопросов прошедшей сессии относилась к социальной сфере. Законопроект о внесении изменений в закон НАУ о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан был внесен в собрание депутатов по предложению губернатора Ненецкого округа. Проектом закона предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки в виде однократной единовременной компенсационной выплаты на проведение ремонта жилья труженикам тыла. Право на социальную поддержку предлагается предоставлять однократно в размере фактических расходов. Законопроект о единовременной компенсационной выплате депутаты приняли в первом чтении с внесением поправок до 10 октября текущего года. Парламентарий Татьяна Бадьяна отметила важность поддержки тех категорий граждан, на которых направлен новый вид социальной поддержки. На мой взгляд, это очень важный акцент. Несмотря на сложности экономические, несмотря на какие-то бюджетные ограничения, мы по-прежнему труженикам тыла оказываем самое почетное внимание и помогаем им в бытовых проблемах, тем самым отдавая дань уважения, которое они заслуживают. На рассмотрение парламентариев также представили проект закона, который касается предоставления жилых помещений Государственного жилищного фонда Ненецкого округа по договорам социального найма. Законопроект предусматривает ряд изменений. Представленным проектом уточняются отдельные понятия, представленные в законе. Категория «многодетная семья», основание для признания граждан нуждающимся в жилых помещениях. Увеличен цен соседлости, изменена учетная норма общей площади жилого помещения. Предлагается норма, обязывающая граждан выразить согласие на получение предлагаемого жилья в течение шести месяцев со дня направления уведомления. Закрепляется норма, предусматривающая, что предоставление жилого помещения в рамках закона 702 ОЗ однократное. Таким образом, согласно законопроекту, изменены условия получения жилья по договорам социального найма, а именно увеличен цен с оседлости в Ненецком округе с 10 лет до 15. Изменена учетная норма общей площади жилого помещения с 12 квадратных метров на 9. Следующий законопроект, который парламентарий также приняли в первом чтении, касается оплаты квитанции за капитальный ремонт и основан на обращениях жителей региона. Напомню, граждане, достигшие 80 лет, освобождены от уплаты взносов за капремонт. Но ежемесячно им приходится оплачивать квитанции, а затем возвращать эти деньги в виде компенсации. Приняли достаточно важный, наверное, в социальном плане законопроект, который дает возможность жителям, которые достигли возраста 80 лет, не ходить с этими платежками почтовые отделения и Сбербанки, что потом им те же деньги через какое-то время вернули. Тем более, что они, по-моему, еще и теряют какие-то деньги то ли в виде платы за услуги, то ли там, по-моему, возникает еще и налог какой-то на эту компенсацию. Поэтому действительно та система, которая была установлена федеральным законом, жилищным кодексом, она в этой части не совсем правильная. В первом и во втором окончательном чтениях депутаты приняли законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Неницком округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2017 год. Проект закона был внесен главой региона Игорем Кошиным. По сравнению с 2016 годом минимум вырастет на 3,4% и составит 17 092 рубля. То есть ежемесячный доход пенсионера не может быть меньше этой суммы. Если пенсия жителя округа окажется меньше утвержденной законом суммы, то ему будет установлена социальная доплата за счет средств регионального бюджета при софинансировании федерального. Дело в том, что у нас пенсионеры, многие пенсионеры получают пенсию ниже прожиточного минимума. Таких пенсионеров порядка 1 тысячи человек. Поэтому с тем, чтобы они получали доплату вместе с пенсией, не менее прожиточного минимума, установлена такая социальная доплата к пенсии. Проект нового закона об оленеводстве в Ненецком округе представил заместитель руководителя Департамента природных ресурсов экологии АПК Сергей Киселев. Необходимость в его разработке и принятие обусловлена тем, что в действующем законе, который был принят в 2002 году, имеется ряд пробелов и неточностей. На сегодняшний день правое регулирование положения оленеводства в России не определено специальными федеральными законами. Поэтому правовое регулирование основывается на некоторых законах, таких как земельный лесной кодекс, федеральный закон о коренных малочистах народа Севера и также нормативно-правовые акты, регламентирующие развитие и ведение сельского хозяйства. Поэтому тот закон, который ныне действует на территории округа, принятый в 2002 году, не полностью отвечает требованиям этих законодательств. В связи с этим возникла новая необходимость в принятии проекта закона, который предполагается. Новый законопроект содержит три основных блока. Первый – это государственная поддержка оленеводства как отрасли. В нем четко прописаны все виды поддержки оленеводам, в том числе и в селекционной деятельности, в собственном производстве, в переработке продукции оленеводства. Второй блок связан с обеспечением сохранности и рационального использования земельных ресурсов оленейных пастбищ, имеющихся в округе. Третий блок посвящен социальной поддержке оленеводов и их семей. В законе четко прописаны минимальные нормы и минимальные денежные выплаты оленеводам, а также введено понятие «чумработник» и «чумработница». Это сделано для того, чтобы закрепить меры поддержки для пенсионеров-оленеводов. Проект нового закона о оленеводстве депутаты приняли в первом чтении. Сразу в двух чтениях был принят закон об установлении единой даты начала применения на территории НАО порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Согласно документу, налог на имущество физических лиц в Неницком округе будет исчисляться по кадастровой стоимости. Отмечу, что сейчас этот налог исчисляется по инвентаризационной стоимости, которая, как правило, в разы ниже рыночной. Внести такие поправки в окружной закон обязывает Налоговый кодекс Российской Федерации. Введение налога на имущество физических лиц в отношении объектов недвижимости, по которым налоговая база будет определяться, исходя из кадастровой стоимости объектов, позволит дополнительно вовлечь в налоговый оборот объекты, построенные или приобретенные физическими лицами после 1 января 2013 года, что увеличит налоговые поступления в местные бюджеты. В случае принятия законопроекта представительным органам муниципальных образований Неницкого автономного округа необходимо до 1 декабря 2016 года принять и опубликовать нормативные правовые акты об установлении налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости с учетом предусмотренных мер по снижению налоговой нагрузки. Подготовительная работа по кадастровой оценке будет проведена в регионе в 2017 году. Первый платеж по новой схеме жители НАУ осуществят в 2018 году, не позднее 1 декабря. В соответствии с федеральным законодательством увеличение налоговой базы по налогу на имущество должно происходить постепенно в течение четырех лет с даты начала исчисления налога по новой схеме. В целях снижения налоговой нагрузки на население Налоговым кодексом России предусмотрены в частности налоговые вычеты в отношении жилых объектов 10 квадратных метров на комнату, 20 на квартиру и 50 на дом. Кроме того, отдельные категории граждан, владеющие двумя и более объектами недвижимости, полностью освобождены от уплаты налога в отношении одного из них по выбору налогоплательщика.